С миром принимать. Нас не видно. По дороге шел и нашел. Что же она упала, ударилась об провод? О, пришел к Борису, смотри. Вот вы говорили, что их вместе не бывает. Вон они вместе. Кто? Ну, Катя с Настей. Ну, не было тогда вместе. А тут совместились. . . . . . Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от понимания смысла в истине. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Только что из храма вышли семь карающих ангелов. Храм наполнился дымом, и никто уже не мог войти туда. Но вот услышал Иоанн из храма громкий голос, повелевший семи ангелов вылить семь чаш. Чей-то мог быть столом. Ведь даже четыре животных, о которых сказано... Ведь даже четыре животных, о которых сказано, что они, цитирую, «посреди престола и вокруг престола», 4 глава, 6 стих, «были вне святилища храма». Это мы видим из того, что одно из четырех животных дало семь чаш семи ангелам, уже вышедшим из храма. 15 глава, 6-7 стих. «Таким образом, очевидно, что громкий голос из храма, повелевший ангелам совершить суды Божии, принадлежал самому Господу». «Господь находится в храме, в своем жилище, куда никто не может войти по причине его гнева». 15 глава, 8 стих. «И оттуда дает повеление начаться своим судам». Это похоже на описание у пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». Пророка Иезекииля, 9 глава, 1 стих. «Иван услышал громкий голос из храма, глаз грома твоего в пути небесном, волни освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Псалом 76, 19. «Прогребел небесный гром глаза Божия, пролились из семи чаш судны и дожди на землю». Под землей здесь, разумеется, вообще вся вселенная, а не просто суша на земле. Суды Божии потрясут весь видимый мир. Судами семи чаш гнева Божия будет наказано антихристово царство. «Так как это последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия», 15 глава, 1 стих. «То неправомерно усматривать в описанном в главе 16 стихе события истории предыдущих веков. Это исключительно события кончины века». Вопросы? Книга «Откровения», 16 глава, 2 стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». Толкование. «Первая чаша гнева вылита на землю. Здесь, в отличие от стиха 1, под землей, разумеется, не весь видимый мир, не вселенная, а именно суша, в ее противоположности морю». Птих 2. «Гнев Божий изливается на людей, живущих на суше. И сделались жестокие, весьма мучительные и болезненные, жестокие и отвратительные на вид гнойные раны». Эти гнойные раны или нарывы весьма напоминают нарывы, посланные Богом через Моисея на египтян во время шестой казни. «Исход, 9 глава, 8-12 стих». «И как этими нарывами были поражены только египтяне и израильтяне, остались невредимы, так и в кончину века гнойные раны будут на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Верные же Христу будут сохранены от этой нападни. Отмеченные Антихристом своей печатью и пользовавшиеся через то всеми благами антихристового государства будут отмечены Богом печатью гнойных ран, отвратительных и жестоких. Столь отвратителен будет их вид, что невозможно будет на них смотреть, и они будут прятаться от взоров людских. Столь мучительные и жестокие будут страдания от ран, что на земле они уже предвкусят муки гиенские, где червь их не умирает. Евангелие от Марка 9, 46. «Но вечно грызет и терзает тело». Здесь мы имеем явный пример, как физическая болезнь достигает человека вследствие его греха. Еще продолжается царство Антихриста на земле, но уже начались суды над его подданными. Жаждая исцеления, в отчаянии обратятся к Антихристу, но он будет бессилен им помочь. Ложные чудеса не исцелят от истинных ран. Как эту первую казнь, так и последующие шеи должно преимущественно понимать буквально, так как здесь описаны не образы и знамения, а непосредственные бедствия, наподобие как в древности были поражены десятью казнями в Параоне и Египет. Однако некоторым моментам в этой главе можно придавать иносказательное, таинственное значение, как почти везде в апокалипсисе. Иносказательно гнойные раны указывают на мучения и скорбь в сердцах и совести отступников, которые нарывают в них как гнойные раны и точат, как червь неумирающая. Вопросы? Ну вот, хотелось бы обратить внимание, уже раз я обращаю на это, у нас был разговор, что есть категория людей, людей православных, которые считают, что лже-пророк уже и чертания на лоб или там на руку уже люди принимают, когда принимают чип электронный. Вот, тогда я смею задать им вопрос. Еще раз читаем второй стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. Сделались жестокие, определенные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его». То есть, я понимаю так, что начертания зверя имеют те люди, которые поклоняются образу зверя. Если они ему не поклоняются, как Богу, естественно, поклонение, здесь антихрист будет вызываться, в храме написано о нем, выдавая себя за Бога. То и начертание без поклонения, оно бессмысленно. Так же, как бессмысленно и крещение без веры. Крещение без веры, вера без дел мертва. Написано в Писании, крещение спасает, но так же написано, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть, веры нет, а крещение есть, осужден будет. Осужден за то, что не веровал, хотя и обряд был произведен. Так вот и этот обряд, начертание, который якобы сейчас уже происходит, начинает происходить. Я сумею утверждать, что без веры в антикриста, без поклонения он бессмысленен. И кричать, и вот эти страшилки в интернете запускают люди, далеко не искусные в писании. Ни один святые отцы задолго до этого растолковали. Им Господь сказал, конечно, времена меняются, сейчас мы чувствуем реальность всего этого. Понимаем, как на самом деле можно добиться того, что не продать, не купить. Ну нет у тебя чипа, ты ни продашь, ни купишь, потому что наличных денег не будет. У всех будут деньги электронные. Ну что с того? Это будет, это будет, и этого мы никак не избежим. В молитвах мы можем просить, чтобы Господь продлил еще тихое мирное время, для того, чтобы большее число уверовало в Господа, чтобы продлить время благовестия. Но суды Божьи, они не отвратимы. Это нужно принимать. И еще раз напоминаю, мы молимся, «Отче наш, Ежиеси на небесе, да приидет Царствие Твое». Мы молим не только эта молитва к первому пришествию относится, или ко второму. Давайте вопрос разберем. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда он, ну, всегда нужно задавать четыре вопроса. Кто сказал, когда сказал, кому сказал и зачем. Сказал Иисус Христос, когда еще до распятия молитва эта, сказал своим ученикам, будущим апостолам, зачем он? Они же спросили, Сергей Павлович, они же спросили, как молиться. Господь же им показал, как молиться. Но мы же знаем прекрасно, да, что антифрис, он такой хитрый. Он принимает все осторожности, которых мы даже не предпринимаем, даже мы в мыслях не имеем. То есть надо быть, я и говорю, что мы в последнее время просто потеряли бдительность. Нет. Где она у нас, у всех? Вы не потеряли бдительность, вы просто отдались панике. Ну вот скажи, вот ранешнее гонение христиан было, да? А значит, как они поклонялись идоложертвенным, идоложертвенникам, да? Как говорят, вот вы верьте в своего бога, но только придите и поклонитесь нашему богу, да? Бесу, я вот язычники, как говорили первым христианам, они неужели не изучались? Нет, никто их не обманывал, мы всегда открыто были говорили, и это вот наш бог, вот это наш жертвенник, кладите ему. Сейчас где антихрист и где его жертвенник? Где идет поклонение антихристу? Да антихрист придет в самую последнюю минуту, мы же не знаем, но есть уже все, потому что, ну вот это время, но неужели мы не видим, неужели мы слепые, как котята? Все есть, уже все на виду. Вот все. Ну не было таких, не было, вот смотри, извращение нашей молодежи, да? Посмотри, ну раньше же не было такого, да? Вот это все телевидение, раньше не было такого, везде сейчас вот эти вот ставят в магазине все продукты у нас. Подождите, не таратуй, вы не слышали свое извращение? Мы сейчас говорим по прочитанному, я акцентирую внимание, что имеющих начертания и поклоняющихся образу его, и задаю вопрос паникерам, где его образ и где поклоняющиеся ему, если, Коля, вы говорите, что начертания уже есть. Штихкоды на продуктах, это разве не образ, это же наглядный образ. Вот здесь, вот здесь, да, вот здесь. Штихкоды на продуктах, это образ. В чем выражается образ человека? Какого? Человек греха. Антихрист это человек греха. Кто этот человек? Покажите мне его фотографию, дайте мне его имя и фамилию. Если вы говорите, что он еще не пришел, назовите тогда фамилию и имя. Вот когда уже все будет для него готово, тогда он и придет. Перебивайте, я отключу вас, Марина. У нас правило, когда один говорит, другой я вас не перебивал. Хорошо, простите, пожалуйста, в посторонии. Я просто ограничиваю время. Когда человек начинает повторять одну и ту же мысль, я говорю, мы это уже слышали. Вот, на правах ведущего. Я вам, паникерам, задаю вопрос, на который вы упорно не хотите отвечать и убиливаете. Где этот человек и где этот жертвенник, где это поклонение человек, имя, фамилия, отчество? В странах живет, в город, да. Я же говорю, сейчас все готовится для Антихриста. Фамилия, имя, отчество. Можно я скажу? Имя, отчество его никто не знает. И он придет в последний самый момент. Мы же все понимаем прекрасно. Он придет за три с половиной года до второго пришествия Христа. Все правильно. Я не спорю с этим. Так написано в Святом Писании. Это будет человек. Правильно, не спорю. И он будет ставить начертания. Правильно. Тогда, когда все уже будет для него готово, это будет последний его паспорт. То есть начертания будет ставить предсеча уже пророк. Да. Он сейчас уже ставит эти начертания. Во всем. Он же не один. Как его фамилия, имя, отчество? Почему Господь скрывает это от истинных? От глупых христиан открывает это истинными. Вот если вы так считаете себя умными, вы сочли число зверя, вы сочли его, назовите мне его. Я не считаю... Вот здесь вот есть перестать файл. И стихните сюда и пришлите фотографию. Мы уже повторяемся к этому вопросу. Вы увиливаете, опять стоите на своем. Фотографию антихриста и лжепророка можете предоставить? Да или нет? Сергей Павлович, Господа Иисуса Христа... Нет. Я же тебе говорю, он придет в самый последний момент. Какой? Когда? Для него уже все будет готово. Вы говорите, что сейчас уже готово. Почти готово. Почти. Сколько времени это почти будет длиться? Это Господь сам знает, сколько времени. Это сокрыто от нас. Господь сам знает. Вы даты конкретно и не знаете. Ну, я думаю, что никто не знает. Вы же говорите, что начертание... Об этом даже Ангелу не знают. В 2018 год вы говорите, что начертание уже ставится и идет вовсю. Я помню, что это сказала. На продуктах. Продуктах. Везде. Помилую. Написано на челе и на руку. Человек это... Когда вам человек стал продуктом? Че, милите? Идем дальше. Откровение, 16 глава, 3 стих. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Толкование. Первая чаша была вылита на землю, на людей, живущих на суши. Вторую чашу вылил второй ангел в море. Под морем здесь, разумеется, настоящее море, окружающее душу. И наполненная рыбой и всякими другими морскими животными, и играющие важную роль в жизни общества. И вот во время второй казни язвы в море сделалась кровь, как бы мертвеца. Под этой казнью можно предполагать совершенное пророками Ильей и Инохом, которые, цитирую, имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою. Подобное действие мы видели и во время второго трубного глаза, когда, цитирую, третья часть моря сделалась кровью и умерла третья часть удушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Восьмая глава, восьмой девятый стих. Вторая чаша как бы повторяет бедствие второй трубы, но еще в большей мере. Причем вся вода в морях делается не просто как кровь, но кровь как бы мертвеца, свернувшаяся, темноватая, зловодная. В результате все одушевленное умерло. Как в морях и океанах, занимающих большую часть земного шара, вместо вод будет кровь как бы мертвеца, и наполнено все это будет всякими мертвыми рыбами и трупами морских животных. Такая страшная казнь постигнет людей антихристово царства, и как уже мучающихся гнойными ранами, поразившими их тела. Если никогда в Египте каждая казнь была кратковременной, то здесь с наступлением следующей казни мы не видим прекращения предыдущей. «Одно бедствие налагается на другое и действует одновременно с предыдущими». Параллельно с этим природным бедствием будут идти страшные кровопролитные войны. Так что вместе с превращением вод в кровь моря осквернятся еще и кровью человечества. В наше время нам не так уж трудно представить такое бедствие. Воды земного шара и так уже в большей степени заражены, и ныне уже готовы все смертоносные средства, чтобы отравить все воды и во всех морях. Так постепенно мы уже приблизились к тем страшным дням. Вопросы? Откровение 16, глава 4-6. «Третий ангел вывалил чашу свою в реке и источники воды, и сделалась кровь. И услышал я ангела воду, который говорил, «Праведен ты, Господи, который еси и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, а они достойны того». Толкование. «Эта казнь похожа на первую египетскую казнь, когда вот и речи Ним превратились в кровь, рыба вымерла, река восмердела и стала непригодной для питья». Книга «Исход», 7-я глава, 19-го по 21-ю стихи. Напоминает это казнь, случившаяся при третьем трубном гласе ангела, «Когда третья часть вод в реках стала горькой, и многие люди от этого умерли». 8-я глава, 10-й, 11-й стихи. «В несравненно больших размерах все это случится при казнь третьей чашки. Когда испорчены будут все вода в морях, тем более важны и необходимы станут реки. Но придя к рекам, люди и там увидят, что сделалась кровь. Как утопающий хватается за соломинку, так хватятся люди за любые другие источники вод. Может, где в колодце, может, где в горном озерце, может, где ключ бьет, но, увы, везде кровь, кровь, кровь. О, как тогда вас опьянили? Кто, кого вы опьянили? Царь, отключите микрофон, пожалуйста, если хотите слушать, вы решаетесь. Антихрист, их несравнимый царь, обогатворенный ими, бессилен остановить казнь Божью. Бог не поможет гулящим его. Может призвать ангела вод, того ангела, который поставлен над стихией воды. Может, он умолит Бога об исцелении своей водной стихии? Нет. Не нарушена ни праведность, ни святость Божия в этом суде над водой. Тот, который еси в этих судах, такой же, как и был ранее, когда осыпал человечество милостью и щедротой. Нет перемены в правосудии Божьем. И ангел, вот, не молит об исцелении своей стихии, но величит Бога за то, что так судил. Все это послано за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, а они достойны того. Проливавшие кровь окружены теперь морями крови. Вокруг текут реки крови, из источников бьет кровь. Таково возмездие за страшную жестокость над святыми и пророками. Кровь за кровь. Они достойны того. Те, что проливали кровь как воду, должны будут пить кровь вместо воды. Далее цитата. Рок Исайя 49, 26. И они будут упоены кровью своею, как молодым ведомым. И всякая плоть узнает, что я Господь. Святые – это все верные христиане. 13 глава 7 стих. А пророки – те, что удостоились пророческого дара от Господа. По неизреченному милосердию Божию в те страшные последние дни. Не прекратится род святых детей Божьих. И, как пророчествовал Иоиль, 3 глава 28, 32 стих. Особо будут излиты дары Духа Святого и именно дар пророчества. К этим пророкам последнего времени будут притекать верные и находить у них утешение и укрепление в страданиях. Но на них будет лютое гонение. Кровь их будет литься, как вода от рук антихристовых гонителей. Однако виновны в пролитии их крови не только непосредственно те гонители, но и вообще все, кто оправдывает казнь христиан. виновны и оправдывающие древних иудеев, которые убивали и гнали посланников Божиих. Евангелие от Матфея, 23 глава, 29-37. Виноваты и все оправдывающие пролитие крови святых, когда бы то ни было. Далее цитата. «Горе вам, что строите гробницы пророков, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, что они избили пророков, а вы строите им гробницы. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков пролитая от создания мира». Евангелие от Луки, 11 глава, 47-48-50. «Благодатным чудом притворения воды в вино начал Господь свое служение на земле». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 глава. «Страшным возмездием будет притворение воды в кровь, так Господь будет совершать свои дела, завершать свои дела с землей». И вот пронеслось как эхо от возгласа ангела вот вопросы. «Откровение 16-7. «И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Божия, все держите истины и праведны судьи твои». Толкование. «Теперь о праведности божественного правосудия говорит голос от жертвенника, от жертвенника вопияли души убиенных святых за слово Божие и за свидетельство о Христе, об отмщении пролившем кровь их». 6 глава 9-й 10-й стихи. «Теперь когда их кровь частично была отмщена, они славят Бога за его правосудие, так что этот голос от жертвенника исходил от находящихся под ними душ убиенных святых». «Святой Андрей Кисарийский разумел под жертвенником самого Христа, так как мы призываемся через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Евреям 13-15. «Либо ангельские силы, которые возносят Богу ваши молитвы и духовные службы». В таком случае мы имеем здесь самосвидетельство Христа и свидетельство ангелов об истинности и праведности судов Божьих. Вопросы? «Откровение 16-8-9» «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце и дано ему было сжечь людей огнем и жег людей сильный зной и они хулили имя Бога имеющего власть над семи язвами и не вразумелись чтобы воздать ему славу». Толкование. Первые три чаши гнева поразили земное людей на суше море реки и все источники вод. Четвертая чаша гнева приобретает уже космический характер ибо касается деятельности самого солнца. «Мы видим, что четвертый ангел вылил чашу свою на солнце и дано было ему жечь людей огнем и жег людей сильный зной». Интересно отметить, что слова «дано было ему» относятся не к солнцу, а касаются ангела изливающего на солнце чашу. Таким образом к изменению деятельности солнца причастен ангел. Опять мы видим, как за природными явлениями кроется деятельность ангела. Но все это дано было ему от Бога. То есть в конечном счете все объясняется бытием и божественной деятельностью Господа Вседержителя, ибо все им стоит». Посланья Колоссянам 1.17 «То, что в результате изливания четвертой чаши меняет деятельность солнца, напоминает действия четвертого трубного глаз, когда поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд». Восьмая глава двенадцатый стих. «Но если там деятельность солнца видимо ослабляясь, то здесь наоборот она усиливается. Если глобаль страшной катастрофы на земле, то каков будет ужас от космических катастроф? И вот результат. Солнце стало сжечь людей огнем и сжег людей сильный зной». Это опять напоминает деятельность порока Ильи Еноха в кончину века, которые имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. Одиннадцатый глава шестого стиха. «Благодарная теплота солнца обратится в невыносимый палящий зной. И это тогда, когда не будет воды, но во всех морях и веках кровь как бы мертвеца. Какое зловоние будет повсюду и довершение страшная эпидемия от родительных знойных ран. Всюду зараза, вловоние, зной, ни капли воды. тут и покаяться падшему человеку, введенному в такое состояние антихристов, еще недавно обещавшим людям совершеннейшее и идеальное общество рай на земле. Но люди будут в последней степени ожесточения и отчаяния, и даже поняв, что обмануты антихристов. И тяжко страдая, они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. В этом они несравненно превзойдут древнего египетского фараона. Тот хоть после казни каялся, акутирует. На этот раз я согрешил, Господь праведен, а я и народ мой виновный. Помолитесь обо мне, Господь. Книга Исход, 9-ая глава, 27-ой 28-ой стихи. Но здесь не так но не так здесь не для покаяния, а для хулы на имя Бога отверзут люди свои уста. Это не будут атеисты. Нет. Эти прекрасно будут понимать, что Бог имеет власть над семья и все таки не вразумились, чтобы воздать ему славу, а наоборот кулили имя Бога. От окаменевших сердец не потекут потоки слез слез. И только высекутся искры отчаяния и хулы. Ненасказательно можно разуметь, что греховное солнце будет их сжечь своими лучами и опалять зноем искушений и грехов. Но безумные они, не сознаваясь своих прегрешениях, не славя Всевышнего, будут изощрять языки свои для хулына Бога. Все более растет нечестие, все более тяжкие казни постигают мир. вопросы. Можно я скажу? Можно. Я так поняла, что даже в те времена будет возможность раскаяться. Вот тут написано, и даже не вразумлялись они. А если будут вразумляющиеся? будет ли им возможно с растаяния? Записано, что человек после принятия печати уже покаяние невозможно ему будет принести. Это будет хулой на Духа Святого. И еще Христос 2000 лет назад сказал, что сей грех не простится ни в семь веке, ни в будущем. Это не значит, что Господь не прощает раскаившегося грешника. Это означает, что настолько жестокое сердце у человека становится, что он не может принести покаяние. Не потому, что у него этой возможности нет, просто он сам по себе оснащен до крайней степени бездушным. Я когда читал вот это толкование, то есть будут и люди, ну конечно, ну две категории людей. Одни, которые будут хулить Бога, ну а другие христиане, которые будут Бога славить за это, видя и кровь в реках, видя и смерти, вот. Значит, вот символ нашей печати христиан, печать антихриста сейчас как бы кто-то говорит, что это начертание, кто-то говорит, что это чип, кто-то говорит, что это паспорт, кто-то говорит, что это ИНН, кто-то говорит, что это УЭК, мнение моря. У христиан печать, вот видите, вот такой вот восьмиконечный крест. И вот нижняя черточка, она наискосово. Кто может объяснить, почему она наискосово? А Христос стоял на ней? А Христос на ней стоял? А что, у Христа ноги разные были, длинные, или что? Почему наискосово задал вопрос? Одни вверх, одни вниз, как вы говорите, одни такие будут, одни такие. Да, совершенно верно. То есть крест разделяет на две части. Праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. И по правую, левую, по одну руку от Христа был грешник, кающийся, разбойник, который первый оказался в муке. А по другую сторону, где стрелочка вот эта вниз указывается, что он не увидит Царство Божие, а вниз, в преисподнюю пойдет. Прешник, который молил о том, что, если ты, Сын Божий, сойди с Христа и смени нас, то он не раскаялся в своих злодеяниях. А тот разбойник говорит, по делам нашим мы получали это, по заслугам наших. То есть он и говорил, помяни меня, Господи, Царство Божие, и мы сейчас молимся, помяни нас, Господи, когда приидишь и во Царстве, в своем перестаинском покаянии, батюшка читает молитву, да не стану я разбойником, но вспоминай, да? Поэтому, когда читаем вот это толкование, когда Господь нашлет вот эти язвы гнойные, ну, кто-то говорит, что это будут начать загнивать вот эти вживленные чипы, может оно и так будет, а может быть и не так, может быть это будет базарная метка какая-то. Нам зачем об этом гадать? Вот. Нам главное молиться, чтобы нам устоять в вере Христу, не поддаться от соблазна вот этого мира. Что антихрист предлагает? Власть в деньги, не дай власть. Богатство. Три искушения Христа, еще раз упоминай. То же самое будет делать и антихрист. Мир и безопасность, чего люди так будут жаждать. Скорее всего, это и клевлеты антихриста устраивают вот эти все революции, мятежи, чтобы потом им легко было их подавить. Тот, кто устраивает революции, тот может и этих революционеров, как вдохновить, так и сказать им цитка хватит достаточно. Вот. И люди пойдут за него голосовать, там я не знаю, как это будет. Но голосование будет за этого царя путем вот принесения, подставления лбы и руки по нуде. И обратной дороги уже с этого момента не будет. Перед этим будет обязательно пророки, о которых мы забыли, Илья и Ино. Но они будут убеждать христиан не поддаваться пропаганде вот этих вот страшилок всяких ненужных. Вот. Что Господь с нами, что Он сохранит, что печать эту принимать не... Даже дело не в печати, а в отречении от Христа. Вот чего хочет забиться антихриста. Не просто метки эти всех расставить и всех обмануть. Ему нужно сердце, сердце грешника. Чтобы грешник встал на путь греха и продолжал служить сатане. Вы вспомните себя до крещения, до уверования, до рождения свыше, если вы его испытали, какими вы были и какими стали после принятия крещения. Если вы остались такими же, понятно, поэтому вы и верите этим страшилкам. Думая, что механическое вот это вот начертание, все человека в рай никак теперь, и дороги ему нет. Должно быть отречение и покаяние. И хула еще будет, имена богохуйны, хулить будут люди. И уже даже, видя вот эти вот катастрофы, казалось бы, ну все уже. Зной, солнце полится, вода, кровь. Ну встань на колени и воззови к Богу. Нет, они будут его хулить, зная, что это Бог делает. И зная, что их антихрист обманул. Но уже настолько будут они... Ну что мешало вот второму разбойнику, тоже так же, как и первому, когда Христа распинали, сказать, помили меня, Господи, и Царство Твоё. Мы по грехам нашим, нас их осудили-то достойно, они разбойники, убивали людей. Можно я отвечу? Да я ничего не спрашивал. Хотя, отвечай. Ну что ему мешало покаять? Одному было открыто, а другому нет. Ясно и понятно. У одного было покаяние, у другого не было покаяние. Они были одинаково разбойниками. Одинаково. Один покаялся на кресте, а второй нет. То есть ты винишь в том, что не покаялся второй разбойник Бога, который ему не открыт? Никакой я не виню. Почему я должна Бога винить? Да ты только что это сказала. Да я не сказала, ты так понял. Я не сказала. Я говорю, одному было открыто, то есть он покаялся, и Господь ему открыл, а другой в Бога хулил. Конечно, он никогда не покается, потому что у него не было покаяния чувства. Ты сама запуталась. Я тебе первый раз так и ответила. Ты сначала сказала, первому Бог открыл, и он покаялся. Потом ты говоришь, он покаялся, потом Бог ему открыл. Нет, нет, нет. Нет, я вот так тебе и сказала, ты просто неправильно понял. Хорошо, как я должен понять? Еще раз вопрос. Что мешало тому разбойнику, пока это как первому? Что мешало? Бог ли мешал ему? Мешали ему грехи, которых он не осознавал, которых он не каялся. Вот это ему и мешало. Значит, виноват в этом что? Грехи или он, или Бог? Бог здесь совершенно ни при чем, Сергей Павлович. Виноваты его грехи, что не было у этого человека покаяния. Если бы было у него покаяние, он не это знал. Этот грешник, который не раскаялся, он не виноват, и Бог его тоже, как и первого, пошел в рай, поместил также в раю. Два разбойника этих в раю. Нет. Ты толкуешься совершенно неправильно. Один. Но я пытаюсь тебя понять свою логику. Понимаешь? Если он не виноват в том, что он творил зодеяния, убивал людей, грабил, он в этом не виноват. Это твои слова. Христос сказал, когда на кресте, говорит, не тут разбойник сказал, говорит, мы за свои грехи повешены, а он говорит, зачем, говорит, хулить-то? Мы за свои грехи... Мы сейчас про первого разбойника, не тот, который рай говорил. Мы говорим про разбойника, который не покаял. Я вопрос задаю, что ему мешало покаяния? Не верно. Первое, что не мешало ничто. Отвечай. Тот, который разбойник висел, который покаялся, значит, он увидел, что Господь праведен, а они висят грешники. И ни за что он страдает, понимаешь? Поэтому он и раскаялся, и говорит, Господи, если ты будешь во царстве Сума, помяни меня. И Господь говорит, истинно, истинно тебе говорю, что сегодня же будешь в царстве моем. Ну, здесь ясно и понятно. А второй? Нет, не ясно и непонятно. Что ясно? Вот этот распойник, ты умолчала. Он еще сказал, мы достойны смерти. По делам своим приемлем. Да. Да. А ты это умолчала зачем-то. Он признал свою вину. Конечно. И за это получил рай. А тот не признал своей вины. Так и люди, которые не признают своей вины, они будут осуждены Богом на вечное изучение. Ну, это понятно. Так же и эти люди, о которых мы сейчас встали, видя такие ужасные явления, казалось бы, ну, что еще? Бог уже все для этого сделал. Бог не виноват в том, что человек не кается. Выбросьте эту дури с головы и не говорите таких... А мы никогда и не говорим, мы не судим Бога, что он виноват. Я тебя спросил, что мешало этому человеку? Бог человека... Сергей Павлович, Бог создал человека совершенным. Несовершенные только его грехи, понимаешь? Которые мы грешим. Каждую минуту и секунду. Причем здесь Бог? Бог, Бог, Он создал нам же нас какими совершенными, как Он Сам А мы что делаем? Мы что делаем? Мы вот живем. Каждый день грешим и хулим Бога, предаем Его своими грехами и страстями. Поэтому Господь и отнимает у нас все. И ум отнимает, который мы вообще не можем увидеть и слышать. ясно и понятно. Так, вопросы по этому стиху еще есть? Продолжаем. Откровение, 16 глава, с 10 по 11 стих. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачным и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и яс своих и не раскаялись в делах своих. Толкование. До сих пор язвы постигали людей, принявших антихриста и природные стихии, но прятался еще невредимым в своем граде убежище главный виновник этих язв антихрист. еще невредимы престол зверя и спасающиеся возле него. Еще не замучили этих мироправителей гнойные язвы. Какими-то судьбами может быть поставляется еще им вода, может быть найдены средства для создания тени от невыносимого зноя и палящего огня солнца. Пообещав людям рай и высшие идеалы, он, спрятавшись в своей цитадели, мрачно и злобно смотрит на происходящее в мире. Но он бессилен. Его ложные знамения увлекли за собой праздных людей, но его лже чудеса бессильны против истинных и реальных яд. Однако необольщенные им более всего тревожат антихриста. Бессильный и боязливый он помышляет о том, как бы уцелеть самому. И тут спокойное и неспешное действие. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя. Все. Антихристово царство поражено в сердце. Все кончено. Напрасно привлекали все виды цивилизации. Вся наука и техника напрасно помогали все силы ада. Не помогло ничто. Поражен великий вождь, обогатворенный владыка антихристианского мира, несравненный в кавычках чудотворец и пророк, страшный зверь. Поражен его престол, перед которым преклонились, как перед Богом престолом Божьим. Простите. Поражен его престол, перед которым преклонились, как перед престолом Божиим. И сделалось царство его мрачным, ибо погасло светило. Погас тот, которого считали светом всей вселенной. Погасло его учение, его чудеса, его царство. Слабой тенью этого события может рассматриваться осязаемая тьма египетская, надвинувшаяся во время девятой казни на фараона и его народ. Исход, 10 глава, 21 стих. Представление о помрачившемся царстве антихриста и о состоянии этого царства во мраке можно получить из 17 главы книги премудрости Соломона. Цитирую. Велики и непостижимы суды твои, посему ненаученные души впали в заблуждение, ибо беззаконные, которые задумали угнетать святой народ, узники тьмы и пленники долгой ночи, затворившись в домах, скрывались от вечного промысла. Думая укрыться в тайных грехах, они под темным покровом забвения рассеялись сильно устрашаемые и смущаемые призраками, ибо и самое потаенное место, заключавшее их, не спасло их от страха, но страшные звуки вокруг них приводили их смущение и являлись свирепы чудовища со страшными лицами, и никакая сила огня не могла озарить, ни яркий блеск звезд не в состоянии был осветить этой мрачной ночи, являлись им только сами собой горящие костры, полные ужаса, и они, страшась невидимого призрака, представляли себе видимое еще худше. Пали обольщения волшебного искусства, и хвастливо мудростью подверглась посмеянию, ибо обещавшиеся отогнать от страдавшей души ужасы и страхи, сами страдали позорною боязвимость, хотя никакие устрашения не тревожили их, но преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестия боязливо и преследуемое совестью всегда придумывает ужас. Страх есть ничто иное, как лишение помощи от рассудка. Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины производящей мучения. И они в эту истинно невыносимую из глубин нестерпимого ада и шедшую ночь, располагаясь заснуть обыкновенным сном, то были тревожены страшными призраками, то расслабляемы душевным унынием, то находил на них внезапный и неожиданный страх. Итак, где кто когда был застигнут, делался пленником и заключаем был в эту тюрьницу без окопа. Был ли то земледелец или пастух или занимающийся работами в пустыне, всякий был застигнут, подвергался этой неизбежной судьбе, ибо все были связаны одним неразрешимым, одними неразрешимыми узами тьмы. Твищущий ли ветер, или среди грустных густых ветвей сладкозвучный голос птиц, или сила быстро текущей воды, или сильный треск низвергающихся камней, или незримое бегание скачущих животных, или голос ревущих тверепейных зверей, или отдающиеся из горных углублений эхо, все это, ужасая их, повергало в расслабление, ибо весь мир был освещаем ясным светом и занимался беспрепятственно делами, а над ними одними была распроферта тяжелая ночь, образ тьмы, умершей некогда объятий, но сами для себя они были тягостнее тьмы. Столь тяжка была эта казнь язва, что в бессильной злобе и отчаяния не кусали языки свои от страдания, ибо предвидели вечные муки гиены, где будет плач и скрежет зубов. Кажется, ну теперь бы принесли покаяние истинному Богу, но они опять хулили Бога Небесного от страданий своих и я своих, и не раскаялись в делах своих. Печать Антихриста на челе каждого из них, и тело уже не может больше помышлять о вечности, не способно направить мысли свои к горнему, оно омрачено, цитирую, из глубин нестерпимого ада, исшедшей ночью. Премудрость 17-13. Не может рука, запечатленная Антихристом, подняться для совершения спасительного крестного знамения, не может сердце раскаяться, не могут очи пролить слезы покаяния, не может язык призвать спасительное имя Господне. Как некогда в древности после пяти казней параон каждый раз ожесточал свое сердце, а после шестой казни уже Господь ожесточил его сердце. Исход 9-12. Так и здесь конец было ожесточено сердце людей, и кусая от боли языки искусанными и кровоточащими языками, они все-таки гулят Бога. вопросы теперь можно задавать общие вопросы. Я приветствую, Сергей, Минск. Хотел задать такой вопрос. Как татуировки меняют человека? У копских верующих в Египте находится начертание креста. Как к этому относиться? И вообще является ли наколка блудом перед Богом? И если человек наколку сделал, а потом он уверовал в Господа, как быть с этой наколкой? Спасибо. Пожалуйста, Игорь Михайлович. Ну, уже само отмечает. Микрофон включите. У человека одна жизнь, одна голова, одна кожа. Ну, вот распорядись ей как? Есть способы выводить. Сейчас прямо на остановку выходишь, афиша висит. Государственная какая-то там организация выводит любые наколки. Раз сделали это, значит, нести надо это, Игорь. Руку не будешь отрезать. Но выводят, шрамы остаются. Какие рецепты? А для спасения влияет или нет? А ну, как может влиять-то? На спасение это не может влиять, но тебе самому как? Вот батюшка выходит, а руки, все руки сильные у него. Он сидел когда-то до уверования. Ясное дело, что он всю жизнь напоминание о грехе перед глазами имеет. А может быть, это ему помогает никогда не возвращаться на прежнее. А может быть, наоборот, подталкивает его, чтобы вовремя сказать людям, чтобы не пошли по его следам. Надо этим воспользоваться, то, что у тебя есть. Потому что следов прошлой жизни мы на себе находим много. Это последствия воспитания детей, наше собственное воспитание. Я виноват перед родителями, они умерли. молиться просить прощения у мертвых. Такое было священное писание. Так и здесь. Вариант один сводить, а другой надеть перчатки или что-то ходи в этом. Я знаю, обращались неоднократно люди. Сам смотри, что тебе более подходящее. Вот и все. Благодарю. Нам нету ни одной наколки, слава Богу. А вот просто люди, которые идут в эти тату-салоны, так хочется их остановить. И, знаете, я хотел бы вот, наверное, татуировка, начертание, когда это меняет характер, наверное, даже человека. Ведь всякие древние жрецы там, они принимали наколки, делали это. Вот как остановить этих вот безумцев, эти тату-салоны, кругом у нас вот в Минске много, к сожалению. И молодежь идет туда бездумно. После последствия греха. Вот, допустим, женщина показывает, у нее ступня, пальцы вот так вот в сторону, а потом сходятся. Кости там выступают. Ходила на танцы? Ходила. Ходила в обуви на высокой шпильке? Ходила. Что она может делать? Ничего, она должна страдать, мучиться до конца. А то она выводит как-то. Курила, значит, задыхается. Раньше время туберкулез, рак легких. Что сделаешь? Это организм твой. Ты его разрушил и поэтому должен нести последствия. Уже о жизни не думай, только, Господи, прости, храм твой я разрушил. Не надо себя поблажить. Ну, все курили, и я курил. Я говорю, вы знаете, что царь Николай Второй курил? Да. А зачем? Ну, знаете, а то вот офицеры, там вот тут, вроде бы, что бы ему офицерам понравится. Я говорю, они могли ему подражать, не он им. Ну, то есть, обман. Пример, который мы давали там, когда-то, теперь перешел с нами сюда, и кое-что нельзя изменить. Уже отношения наши к людям, и их по этим будут судить. Другое дело, ты брился, теперь не бреешься. Что ты мог сделать? О письменах. Ну, это я знаю, что есть такое. Не делай, он и не делает. Речь идет, когда они уже есть, что делать? Ну, какие средства есть, можешь вывезти, это не запрещается. А остальное, кайся, молись. Если она, допустим, выходит замуж, а сама уже была где-то на стороне, и теперь вот это до самой смерти, может быть, муж будет укорять. А что сделать? Ничего не сделать? Что ты сделаешь? В тот день уже ты не вернешь, когда ты не устояла перед соблазном или еще что-то там было. Людмила Плетт, такая есть у сектантов. И, как-то там написано, между нами девочками, кажется, разговор идет. Найдите, зарядите, вы найдете. Очень хорошо, говорит она. Она не православная, но ей это открыто, как и патриарх, не скажет. Игнатий Тихонович, как ее, Людмила? Людмила Плетт, П, Павел, Леонти, Евгений, ну, и два раза, Тимофей. Хорошо, благодарю. Очень сильная, между нами девочками, кажется, вот так называется. О нравственности. И это ничего уже не сделать. Ко мне подходит и плачет теперь. Его отношение такое, я люблю его, все, но, как вспомнишь, что он уже, и притом это было до брака. И она тоже вышла, и если она такая есть, это препятствий много будет. Ничего нельзя сделать, надо нести, это игорь. Грехи смыты, а плоть осталась та же. Плоть-то не меняется. Третий глаз не вырастет. Где, говорят, что повреждено, остается повреждение. Поэтому, береги честь, говорит, с молоду, а платье с нову. Пушкин это знал. Почему, вот я смотрю, в Таиланде, она готовится замуж. Но, та сторона-то, ждут справки, приходит врач, гинеколог, ее надо проверить. Сохранила она, девственность или нет. Она плащет, девчонка. Прямо, натурально плащет. Я не хочу, не хочу, чтобы смотрели-то ее. Тетки все уговаривают. Наконец, она отвернулась, слезы текут. Ну, врач осмотрела, говорит, девушка, вы посмотрели бы, какая радость, торжество. Еще свадьбы нет, они уже ликуют. Обнимают друг друга, целуют. Наша дочка сохранила себя, наша племянница сохранила себя. Вот как. Мусульмане. У православных-то ничего этого нету. Поп ни за что не отвечает. Накрыл от него, Петрохилю-то ей. Пыль одну пускает только. С детства надо это все держать. А если она не сохранила, Библия говорит, приведите к дому отца и убейте. К дому. А если дочь священника, подведите к дому отца и живем сожгите. Еще больше будет, потому что он учил других, а своих не учил. Это очень серьезное дело. Поэтому с молодежью тут заботы столько. Надо учить, чтобы они страшились одну минуту где-то оставаться с кем-то. Любили Бога. По одному не ходили нигде. Не говорю уж, солнце касается горизонта, чтобы никуда шагу больше не было. Вот у меня, я 45 лет начальник детского лагеря, я там все время вдалбывал им. А теперь выросли они и благодарят Бога как. Ну, это Бог сделал так. А другие судили. А вы, она может кого-то полюбила, там, ну, разные пакости говорят. Да это не любовь, это собачья свадьба. Людмила, плед. Все. Благодарю за ответ. Аллилуйя. Еще вопросы, пожалуйста. Разрешите мне, как новому, Игнатий Тихонович, задать вам вопрос. Можно? Конечно, можно. Я вот достал книги, может, вы знаете, епископ Варнава Беляев. Это один из немногих епископов, который принял тяжелейшее служение Христу, Христа ради Еродиева. Вы не найдете ни одного епископа, митрополита, архиепископа, который принимал такое служение. Вот что вы можете о нем сказать? У него четыре тома основы искусства святости. На основании Слова Божия вы пришли не ко мне, дорогой брат, Борис Семенович, а вы пришли к Богу, чтобы узнать, а что Бог вам скажет? Господь, говорится, в Священном Писании, Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью, не с дуростью. Бог никого не любит. А что, Бог всех любит, сектанты. Бог никого не наказывает, оси попущит. Колобродят они, они губители душ человеческих. Святые отцы говорят, ты найди такого себе наставника, строже которого нет во всей вселенной. Как Суворов говорил, трудно в учении, легко в бою. И поэтому, если он принял эту дурь на себя, он отвечать будет перед Богом. Нигде этого нет. Давиду угрожала смертельная опасность, было такое, он слюни пускал по бороде и пальцем чертил на дверях. Его прогнал, Анхуссар, и все. Нигде этого нету. Это выдуманное все. Наоборот даже. Никого не любит, кроме живущего с премудростью. Тут одна тетка, бабка, подошла к архиерею тоже, чтобы благословили, я ее родственник. Зачем ее родственник тебе? Как ты от рождения дура. И весь сказ прогнал ее. Вы не знакомы вообще с его трудами, епископа Варнавы, Беляева? Я сейчас не знаю, может быть и считал даже, отдельно-то нет, отдельно не занимался я. Слышать слышала, у меня литературы-то хватало. Вот ответ один такой, нет этого нигде. Это у русских только. У нас все вопросы решает Ванюшка, дурачок какой-то, имели, на печке приедет. Это тип, это менталитет русского человека. Хорошего правителя, евреи готовят тысячелетия, которое антихристом будет. Он самый мудрый будет. Почему Достоевский называет этот падший дух, говорит, мудрый дух? Ну, это, когда говорит слово об антихристе в братьях Карамазовых. Надо серьезно к этому относиться. Услышал один раз, зарубил себе, начинает думать, а то не успеет даже вопрос задать, когда-то уже трещит там где-то. Я говорю, вот Памба, Памба, святой. Ему подошли братья, говорит, у нас занятия идут, а по сегодняшнему сказать, по скайпу приходи он, а что будет у вас? Ну, сегодня у нас тема разбирается. Блажен, кто язык свой удержит от зла и устат лукавых речей. Он говорит, подожди, повторим. Устат лукавых речей. Я пошел. Три месяца не ходил на занятия. Говорит, а почему не был? Я еще не усвоил это. Я, говорит, иной раз ляпну, а потом сижу и каюсь. Удержи язык. Человек учится 4 года говорить и 64 года молчать. Вот сейчас миссионеры. Главная задача миссионера первый вопрос решить. Стоит ли отвечать или не стоит? Стоит ли говорить или не стоит? Вы задали вопрос, я сразу чувствую, стоит. В нем нет ни насмешки, ничего. И ваш вопрос, он полезен для других. Это главный вопрос. Спасибо, Господи, Игнат Итихов. Спасибо. Я громко говорю, пусть никого не смущает. Я плохо слышу, мне так просто привык. Нормально говорите, все нормально слышно. Нормально. Так. Если вопросов нет, я Марину вызову на разговор. Марина, о чем отговорили, где здесь? Сергей Павлович, я ведь сказал, ты как-то садишься, когда бери бумагу и карандаш, хотя бы кратко набрасывай план. Он четко ставит вопрос, а ты все время обходишь. Он говорит, почему ты увиливаешь-то? Ты, ну, внимание, дальше катишь по этой. Где он? Как его имя, фамилия, отчество? Его все будут знать. Нету никого. И сегодня сатана напускает на людей в это дымное облако. Вот антихрист, паспорт, щипы, его нету. А когда он придет и на самом деле наступит, а кого ты будешь принимать? Там уже давно его обнаружили. И он тогда пролезет как? Четко надо определиться. Да, подготовка идет. А сколько? Ну, евангелист Иоанн говорит, и много явилось антихристов. Зачем он в третьем послании писал это? Ни один, ни два. Кто не признает Христа, пришедшего во плоти, суть антихрист. Но быть единым, который, а вот об едином, мы видим, события наворачивают очень быстро. Вот это, что Трамп объявил столицей, официально, оно давно уже объявлено, но теперь он на первый план выдвинул из столицы неделимой Израиля. Это означает, что Аль-Акса, это все отошло к евреям, отойдет. Это во время битвы, там, что стрельба будет, скажут, кто-то взорвал. Они должны взорвать эту самую красивую там мечеть. Так, приблизительно, мы думаем. И там будет строить храм Антихриста. Евреи впервые за 2000 лет объявили, что они провозносили первосвященника. От евреев поехали специальные люди в Америку, там генетически чистый скот выводят. Написано, в жертву будет принесен пепел рыжей телицы. Рыжий, чтобы ни одной волосинки не было у нее, не выдернутой, а от природы. И таких вырастили, кажется, две телушки уже есть. Нам смешно, мировое владычество и телушки. Не надо евреям очень серьезно говорят, ты посмотри, они в шляпах, как пляшут, хорошо. Они знают, что делают. Я с детьми возился. Еврейский мальчик это другой совершенно. Он к бабке едет не просто бегать где-то, он будет учиться. Ему говорят, тебе с Исхак руководить миром, миром, этими гоями перед тобой, которые бегают. Он совсем бестолковый. Все равно ему дадут образование, он к чужим трудам прилепится где-то, кто диссертацию защищает. Я могу фамилии называть, с кем это было. А дальше он из кабинета в кабинет бумажки будет носить, потому что он неразумный. Но они его не бросят. У нас была еврейка одна, Фаина Соломоновна, и она говорит, евреев за 2000 лет не было ни одного неграмотного, ни одного. сейчас у нас в газете пишут, губернская газета «Алтайская правда». И поминает главных редакторов. И называет одна женщина, которой отзыв была «самая умная женщина на Алтае». Кто? Еврейка, конечно. Когда шла революция, где она все заканчивала, там и в Цюрихе везде училась. Просто так, чтобы человек изменил язык, и стали говорить, там, на какого у них есть, видишь, что это никому не удастся. Никому. Евреи сумели это сделать. Рассеянный народ русский за рубеж, я вот был, приглашал, никто не едет. Евреи со всего мира едут в Израиль. Но мы должны это признать. Ну, скажите, у других наций есть какие-то священные книги? Ну, да. Ну, везде где есть. Там в исламе, в буддизме, там в даоцизме, в конфуцианстве, везде есть. Скажите, а в этих книгах, когда говорится, точно указаны места, где происходили события. Все, остановка. А это 3600 лет назад. Что Моисей сказал? Переписывают все народы мира. Все. Как Иоанн Златоуз говорит, если есть закон, он действует только на вашей территории. Но закон, который дал Бог евреям, он действует при любом режиме, в любом государстве. Революция, там, мятеж, или перестройка. Он действует. Они по-своему его трактуют. Поцарят Антихриста, но мы должны сознаться, что сегодня мы видим великое чудо на земле, это еврейский народ. И поэтому, как бы тебя они не досадили, никогда не проклинай Бога избранный народ. У русских пошло, это сатана избранный, а не революция. Я не опровергаю, не ищи слова. Я должен оповестить всех. Проклинающий вас, тебя будет проклят. Благословляющий будет благословен. Вот и все. Меня спрашивают, как вы могли один делать? Когда КГБ тут арестовывали, Москва дала знать, в Сибири трудится несколько отделов. Арестовали меня одного. Никаких отделов нет. А почему? Благословение Божие. Благословение. Потому что я благословляю народ Божий. Всегда. Бог дает так. Никаких переделок, ничего нет. Он дает такую силу, ты просто не знаешь, будто 10 человек рядом работают. Такие озарения Бог дает. Вот это благословение идет за то, что я благословляю семья Авраама. Я прямо это говорю. Ищи этого. Специально не лезь туда. Но когда увидишь где-то беда, хула на этот народ, скажи доброе, скажи, это чадо Авраама. Они заблудились, не знают. Но остаток спасется. Вот так. Спасибо, Христос Игнатий Тихонович. Да, Мариночка. Еще ничего нету. Не надо раньше панику наводить. Это дьяволу угодно, чтобы... Вот у меня были люди, ну, они умерли уже сейчас. Тоже в то время, в то время при советской власти паспорта не получать. Мы их брали, арестовывали. Мало того, их родители арестовывали. Они были еще в 30-е годы в тюрьмах погибли. Монахини погибли. Не брали паспорт. А сейчас, говорит, тот паспорт был зеленый, можно брать. А тут шестерки нашли. Накручивают. Сами уже согнулись в шестерку и ходят все, шестерят. Не надо. Подготовка идет во всем. Абсолютно во всем. Что мы делаем, пьем, едим, это все подготовка. Но, однако, когда он придет, будет все не так, как мы думаем. Слежение будет полное. Не продать, не купить. А сегодня ты ходишь, покупаешь. Если ты говоришь, что паспорт, а ты с паспортом, и ты ходил, покупал, значит, ты принял уже печать эту. Первый счет, ты о себе подумаешь, человек. Паспорт. Да где у шестерка? Да шестерка-то на бумаге. Чего вы дурите-то? А она на чело и на руку. И объясняет, для чего. И Фрем Сирен говорит, чтобы не мог совершить животворящий, честный крест Господень. Все. Далее рука, чтобы не мог делать правые дела. И далее, чтобы неотразимо у тебя не был запечатлен Христос. Духовное. Один раз услышал, никуда не склоняйся, но будь аккуратно. Я вот говорю, что мне неинный должен был дать. Я 17 лет вел занятия в университете. А меня провели по профессорской ставке. С какими-то накрутками еще. Огромная сумма. И на ныне, я говорю, нету. Я бы высудил. Я повернулся и ушел. Не потому, что я такой хороший, а чтобы я людям мог сказать, можешь упрись, но не ропщи. Но не думаешь, это знак Антихриста. Я с обижаемым народом рядом всегда. Ты-то будешь говорить, у тебя такого не будет. Ну, 18 лет. 18 лет. Представь, сколько это мне было. Это Бог делает. И ты благословляй Бога, что Он тебя открыл. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Умница. Так, вопросы. Я хотел вот Марине сказать, Марина, ты вот сказала, спаси Христос, давай это будет фактическая бумажка, настоящая броня. Перестань про этих Антихристов говорить, пожалуйста. А то у тебя такие вопросы, ну, супер глупые. И так бодро, хорошо сейчас ответила. Давай, спаси Христос тебе. Спаси Христос, Игорь. Вот когда скажет кто-то, Марина, попутно, никогда не спеши, а вот что ты учишь меня за Антихриста, грубые слова не говори, запиши и дальше помолись. Женщина доучится в безмолвии, учить не позволяется. И даже дорога из храма идет, она не должна спрашивать, дома у мужей, куда еще лучше-то. Златоуст говорит, вышла ты замуж, превратись в камень. Камень. Вот и все. Это спасение твое. И Господь тебя благословит. Так, вопросов нет? Расходимся. Я вот хотел еще сказать, я тут прочитал вот контакты, вот здесь у нас видео. И там вот есть такой человек, он подписывается английскими, как Саша, что ли. Я думал, что это женщина, это оказался мужчина, оказывается. И он очень где-то живет, в какой-то стране, не знаю, и очень переживает, что он не в России. И говорит, как мне спасаться, у меня вот двойственность там такая, и так далее, все это. Я бы хотел, вот его сейчас нету, чтобы там кто с ним в контакт входит, чтобы он вышел, вот на Игнатия Тихоновича поговорил немножко, а то видно, что у человека очень духовно тяжелое состояние, хотя он верующий, видно, что православный, ему тяжело. Надо поддержать человека, и скажите, чтобы он свое имя настоящее написал, чтобы молиться за него можно было. А то он подписывается, непонятно, Саша там, и вообще, кто не подписывается человеческими именами, вы заходите, вы на эти занятия, православные, православные люди, вы видите нас, все, мы какие есть, такие есть, подписываемся своими именами. Вы сами-то подпишитесь нормальными именами, вы кого боитесь-то? Антихриста еще нету, он вас не зацепит, а если и зацепит, вы должны стоять до крови за веру. Так что, помоги Господи вам. Подскажите, пожалуйста, Сергей Минск, в воскресенье будут занятия? Да, если Бог благословит, и живы будут. Занятия будут. Все, благодарю. Так, все, ну давайте прощаться с Богом. С Богом! Помолимся, давайте. С Богом! Помолиться надо, помолиться, давайте. Достойно есть яково и седу, блажит дитя Богородицу, пресно блаженую и пренепорочную, и Матерь Бога Нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тебе величаем. Инатихич, помолите. Господи Божий, Отец наш, любящий Создатель, благослови нас, чтобы доброе семя, которое Ты высеял, принесло добрые, обильные плоды, что не по воле Твоей и сторни эти плевелы и сердец наших. Мы просим Тебя, родных и близких, не познавших Тебя, укажи им путь спасения через Слово Твое, через Святое Евангелие в православной вере. И нас распусти с миром. Хвала Тебя, наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом.